Всем огромный привет! Сегодня предлагаю вам потренироваться вместе со мной. Сегодня у нас плечи, руки, спина и внутренняя поверхность бедра. Такой небольшой комплекс, который чаще всего я включаю в свои тренировки, поэтому если интересно, то давайте мы начнем. Начнем мы с небольшой разминки в статике. Самое главное здесь мы смотрим в пол перед собой, спина фиксирована, тело не гуляет, живот втянутый, концентрируемся полностью на работе мышц. Три упражнения, которые я использую в данном случае как разминку, без веса. Если вы хотите сделать ее как более силовую, добавляем утяжелители по полкилограмма и увеличиваем количество повторений. Все легко и просто, смотрим, повторяем и переходим к следующему упражнению. Это упражнение на баланс, я думаю, что знакомо многим, оно отлично прорабатывает руки, спину и ягодицы. Вытягиваем левую руку, правую ногу, задерживаем на 8-10 счетов и далее начинаем соединять локоть и колено. При всем при этом мы не сгибаем корпус, мы не скручиваем корпус, а именно тянем локоть к колену. Это очень важно. Тело у нас не гуляет, максимально фиксировано. Смотрим в пол перед собой. 8-10 повторений, далее фиксируем, отводим в сторону руку, возвращаем и повторяем все то же самое с другой рукой и с другой ногой. Далее мы с вами разогреем мышцы спины. Руки у нас фиксированы на полу, они нам в этом упражнении не помогают. Мы отрываем корпус от пола за счет сокращения мышц спины. При всем при этом шея расслаблена. Не прижимаем подбородную к груди, смотрим в пол перед собой. После выполнения 8-10 повторений мы фиксируем корпус с верхней точки и далее вытягиваем руки перед собой и потом возвращаем корпус в исходное положение и повторяем первое упражнение еще раз. Далее мы одновременно отрываем от пола вытянутые ноги и согнутые в локтях руки и в этой позиции поочередно вытягиваем левую, правую руку вперед перед собой. Это упражнение мне очень нравится, я делаю его очень часто. Мы фиксируем корпус с верхней точки, оторвав от пола корпус с вытянутыми в стороны руками и приподнятыми от пола ногами. Сперва мы поднимаем и опускаем ноги, потом мы вытягиваем перед собой руки, возвращаем в исходную позицию, растягиваем спину. Растягиваем спину и переходим к упражнениям на внутреннюю поверхность бедра. В этих двух упражнениях, к сожалению, без утяжелителей я не чувствую так хорошо нагрузку на эту зону, поэтому мне они просто необходимы. У меня полтора килограмма, можете взять полегче, можете без них, можете использовать эспандер либо резиновую ленту в первом упражнении. На вкус и цвет, как говорится, количество повторений тоже. Смотрите по своей физической подготовке и постепенно увеличивайте нагрузку, увеличивайте количество повторений. При работе с внутренней поверхностью бедра я не использую никакие упражнения в качестве разминки, я сразу перехожу к работе с утяжелителями. И потом уже, когда я хорошенько нагрузила эту зону, я делаю вот такие вот относительно легкие упражнения без веса. Все очень легко, опор идет у нас на локте. Мы сперва выпрямляем ноги и потом разводим в стороны. Выпрямляем, разводим. В общем, довольно простое упражнение, но после работы с утяжелителями именно в этом упражнении я намного лучше чувствую работу именно внутренней поверхности бедра, поэтому я делаю именно так. И далее, не меняя позиции, опора у нас на локте, вытянутые вверх ноги мы скрещиваем очень-очень много-много-много раз. Берем эластичную резинку, либо фитнес-резинку, называйте, как хотите, и заканчиваем данный сет вот таким вот упражнением. Оно очень эффективно прорабатывает внешнюю поверхность бедра, ягодицы и внутреннюю поверхность бедра, оно реально многофункциональное. Мы фиксируем резинку на каждой ноге, чуть выше щиколотки, и все очень просто, разводим и соединяем, разводим-соединяем, при сокращении напряжения мышц, как внешних, так и внутренних, я делаю примерно 30-40 повторений, чтобы прям горело.